Какие перспективы у детских технопарков? Чему еще планируют обучать школьников в кванториумах? Эти и другие вопросы глава региона обсудил с заместителем руководителя фонда новых форм развития образования. Образовательная сфера должна развиваться более быстрыми темпами. В федеральном фонде на эти запросы отвечают. До конца этого года в стране планируют открыть еще 30 технопарков. А в перспективе инновационные площадки появятся и в каждом субъекте. Мы фактически сегодня на постоянном обучении имеем 75 тысяч детей и порядка полумиллионов вовлеченных в нашу сеть. Детские технопарки – часть программы профориентации школьников. Представители фонда намерены развивать цифровые компетенции, кибернетику и даже фотонные технологии. Новые кванты могут опробировать и в Чебоксарах. Республиканский кванториум специалисты называют передовым. В части направления по биологии войны не из самых сильных. Более того, Мария Николаевна уже в прошлом году в администрации президента докладывала лучших практик запуска кванториума, презентовала вашу межрегиональную историю, когда Чебоксарский кванториум вместе с Саранским кванториумом создали межрегиональную программу по биоорганизму. Кванториумы намерены тиражировать и за рубежом. Возможности технопарка Чебоксар поразили даже гостей из страны восходящего солнца. В составе делегации были предприниматели и сам посол. У них, оказывается, нет этой программы вообще. Они сами публично об этом сказали. У нас нет, впервые видим вообще, что такие базы создаются, центры создаются для детей. Это российское образовательное чудо. Качество предоставляемых услуг кванториумам предстоит подтвердить. В ближайшее время региональные технопарки пройдут процедуру сертификации. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.